Двое учащихся 25-й Харцисской школы стали победителями республиканского конкурса научно-технического творчества. Что именно ребята представили на суд жюри и как проходила работа над проектом, выясняла Оксана Ветрова. Евгений Арзуманян и София Холод учатся в 7-м В-классе Харцисской 25-й школы. Эти ребята, оказывается, уже знают, как соорудить, а главное, как правильно запрограммировать сенсорный диспенсер, то есть бесконтактный прибор для порционной подачи жидкого мыла. Конечно, у такого творческо-технического тандема есть наставник – учитель информатики Светлана Тюканько, которая, собственно, и пытается привить своим ученикам интерес к тонкостям информационной науки. Светлана Васильевна предложила ребятам смонтировать и представить на республиканский конкурс в Малую Академию наук оригинальный бесконтактный прибор. Комиссия по достоинству оценила усилия харциских ребят, которые в итоге и стали победителями конкурса в своей возрастной категории. Конкурс предполагает, что в результате ребята должны представить готовый продукт. Этот продукт – устройство или какой-то прибор, который может использоваться в учебной деятельности или в быту. В данном случае сенсорный диспенсер – это очень актуальная и интересная вещь, которую можно использовать и в школе, и в домашних условиях. И самое интересное, что это было создано руками детей из подручных материалов, запрограммировано в том смысле, в котором они хотели получить результат. Женя и София дружат и учатся в одном классе. Новость о победе стала для них приятной неожиданностью. Ребята рады, что члены жюри так высоко оценили их с учителем совместную работу. Да, идея автодозатора не нова, но тут важно, что школьникам удалось своими руками, причем с минимальными затратами, соорудить такой актуальный в нынешнее время прибор. Плюс еще в том, что ребята знают не только как его сделать, но и как запрограммировать. Информатикой я увлекаюсь довольно давно. Как только этот предмет появился в школе, мне он сразу понравился. Это один из моих самых любимых предметов, как и математика, ну и такие все предметы. Также занимались мы этим проектом около полутора месяцев. Сложности возникли в том, чтобы, когда убираешь руку, чтобы прекращалась подача мыла. Общаясь со Светланой Васильевной, нельзя не заметить ее увлеченность предметом. Так что нет ничего удивительного в том, что ее ученики тяготеют к информатике и уже пробуют применять свои знания на практике. Мне информатика нравится из-за учителя нашего. Она прививает нам любовь к этому предмету особую, объясняет особую информацию, как-то очень понятно. И, возможно, если бы не этот учитель, я бы не так увлекалась информатикой. А работа над проектом была долгая, кропотливая, ну, интересно очень. Информатика в нашей школе преподается в допрофильных и профильных классах на углубленном уровне. Преподается еще также предмет компьютерная графика. Это дает возможность ученикам создавать 3D-модели, создавать логические электронные и электрические схемы. Информатика дает возможность запрограммировать программируемое устройство на особом языке, даже не на том, который изучается в школе. Поэтому те дети, которые принимали у меня, под моим руководством, создавали проекты в прошлые годы, они сейчас учатся в технических университетах на специальности приборостроения робототехника. Их приборы, вот метеостанция, она приносит пользу в своем учебном заведении для создания прогнозов погоды. Робот-плоттер может создавать изображение на любой поверхности, даже не ограничивая размером. Диспенсер, который соорудили ребята, пока работает только от сети. Школьникам хотелось бы снабдить его аккумулятором и сделать автономным. В общем, впереди еще много интересной работы и новых открытий. Продолжение следует...